Дело рассматривается Октябрьским районным судом города Мурманска в составе председательствующего судья Маслова и секретаря Житника. У нас есть ходатайственное о том, чтобы не рассматривать материалы дела без участия истицы. Справка дана 17 февраля. На данный момент справки, либо каких-либо других оснований, документальных подтверждений, что истица и яйца в судебное заседание не может, не представлена. У нас есть все основания полагать, опять же таки, по высказываниям представителя истца о том, что истец введен в заблуждение по поводу предстоящего процесса. После прошлого судебного заседания представитель Мамаев нам сказал, что он косме и ляжет, но истицы здесь не будут. Я поясню, почему нам необходимо участие истица в судебном заседании. Понимаете, у нас стоит вопрос не в качестве услуг, а в том, что эти услуги не представлены. Соответственно, нам либо заявлять ходатайство о проведении медицинской экспертизы, это процедура достаточно дорогостоящая и она долговременная, чтобы вы понимали. Поэтому мне хотелось бы от самого истица услышать, делали ли ей какие-то медицинские манипуляции. Если она будет настаивать на своих исковых требованиях, конечно, мы будем заявлять ходатайство о назначении судебной медицинской экспертизы, потому что доказать удаление зубов, это элементарно на самом деле, в наличии снимка, который сделан до этого времени. А то, что уважаемый представитель вводит своих клиентов в заблуждение, это можно посмотреть на его соцсетях, и мы уже столкнулись неоднократно с ним. Поэтому я бы хотела, чтобы, я вернее не хотела бы, я настаиваю на участии истицы в обязательном порядке. Либо предоставление каких-то документальных обоснований ее отсутствия. Вот я считаю, что справка от 17 января, посещение психиатра, не является основанием для непосещения судебного заседания. Потому что ГПК четко устанавливает обязательную ямвку всех участников процесса. 167 статья. Поэтому вот. Вот только в этом ходатайство? Нет, еще у нас, уважаемый суд, есть ходатайство о приобщении документов. Копию доверенности я уже представила. Дальше мы хотим приобщить действующий кураг, по которому был сделан расчет. Вот эта копия, это оригинал. Можно, пожалуйста, приобщить оригинал. Кроме того, мы хотели бы приобщить к материалам дела диплом и все документы, необходимые для проведения лечебной деятельности налетчикового врача, чтобы доказать, что все законно. И в прошлый раз... Так это две копии. А, это будет продолжение к копиям, да? Да, это продолжение к копиям. И в прошлый раз была прибыла копия договора на оказание услуг. По поводу возражений представителей я сразу скажу, что у нас есть два оригинала. В одном есть подпись Клепикова, то есть директора клиники, во втором есть подпись Горицкой. То есть, по сути своей, я написала это в конце возражения, по сути своей, в момент оплаты вы подтвердили, что договор был заключен. То есть вы представляете договор на оказание... Да, не закончилось, если можно. В прошлое судебное заседание было затребовано данный документ, поэтому мы не представляем. И тоже были затребованы оригиналы медицинской карты. По поводу того, что не соответствует, я тоже могу пояснить. Но это вы будете пояснять уже в процессе. Здесь оригиналы, оригинальные подписьи, пожалуйста. Здесь есть и план лечения, да? Да, здесь есть и план, и подпись клиента, что это выполнено, и когда посещалось. На самом деле, доказать, что посещение было, не представляется какой-то сложности, потому что данного пациента вели три врача, то есть уже есть три свидетеля, скажем так. Помимо этих врачей, ее наблизали медицинский персонал, такие как медсестры, опять же, такие персоналы, ресепшн. То есть доказать о том, что она посещала эту клинику, не представляется сложности. И еще раз говорю. О том, что она посещала клинику, и ей выполнялись какие-то медицинские манипуляции. Да, манипуляции. Сейчас рассматривается вопрос, у нас ведется всегда видеозапись, сейчас рассматривается вопрос восстановления этих видеозаписей. Но, соответственно, либо, опять же, если будут настаивать, что не посещали, мы либо будем делать экспертизу, что это не стрейка, опять же, и будем делать ходатайство. Но это очень дорогостоящее. Почему я и настаиваю, чтобы истица была, чтобы она сама подтвердила, потому что у меня нет оснований доверять представителю по его действиям, что он сейчас творит. После прошлого судебного заседания он бежал за мной километр и кричал, накажите меня, или я вас накажу. И ужасные вещи, которые я не хочу даже в суде произносить. Хорошо. Так, значит, ходатайство представителя ответчика о явке, обязательной явке лица суд оставляет на разрешение позднее, разрешается ходатайство о приобщении документов. Прежде всего, давайте мы начнем с тарифов на услуги. Призкурант на услуги. Представлен оригинал на 5 листах. Заканчивается у нас парадонтологией разделом. Так, парадонтология, имплантология раздел. Ортопедия, терапия и хирургия от 7 марта 2022 года. Нет возражений против приобщения данного прескуранта. Данные документы не имеют никакого отношения к делу, потому что сами по себе эти документы ничего не доказывают. Это могут быть четко оговорены услуги, стоимости и сроки оказания работы, выполнения услуг. Можете вопрос? Подождите, пожалуйста. Подождите, я все-таки закончу. Вот эта информация, которая сейчас предоставлена, она могла быть напечатана позже. Вот если бы этот прескурант был с конкретной подписью моего доверителя, о том, что он ознакомлен, что согласен с этими ценами. Скажите, пожалуйста, вы оспариваете то обстоятельство, что вот прескурант цен у нас размещен в фойе клиники? Оспариваю. Более того, я в предыдущем судебном заседании сказал, что я приходил туда с видеозаписью. Я не обнаружил там никакой информации. Пожалуйста, представитель ответчика, скажите, где-то размещен этот прескурант цен и где конкретно? Он размещен на ресепшн. Данные обстоятельства при входе в клинику на стойке администрации размещен прескурант цен. На стойке администрации? Да. Кроме этого, данный прескурант цен размещен в уголке потребителя. Это обязательное условие. Это можно, уважаемый суд, данное обстоятельство можно исследовать, если мы возьмем материалы дела. Здесь было дело и представитель ИСЦА предоставил фотосъемку, где было указано, что данный прескурант находится на ресепшн, на уголке потребителя. А также его устные пояснения, которые были материалы дела. Дело номер 2-201, дробь 20-22. А что это за дело? Это дело шеи, шеи и кристаллы. 201, дробь 20-22. 2-801. 2-801. 2-801, дробь 20-22. Вот этот период времени, в который Горицкая обращалась и период времени, в который обращался Шейн, совпадает? Нет, не совпадает. Просто в том деле было доказано, опять же, доказано даже не нами, а доказано и суд, что данный прескурант находится на администрации. Где находится администратор? Опять же таки, никто не менял положение, оно до настоящего времени стоит. И ваши, кстати, видеозаписи это есть, чтобы вы понимали. И еще у меня, кстати, вопрос по поводу... Давайте вопросы потом, уважаемые. Мы сейчас ходатайство разрешаем. У вас какие-то пояснения еще по поводу приобщения данного документа? Да, у меня пояснения. Вот то, что сейчас было озвучено. Во-первых, у нас непредвензионное право. Я не знаю, кто там с кем судился, кто там на что ссылался. Как бы это не имеет никакого отношения к нашему делу. Суд определил приобщить представленные документы к материалам дела. Данное, все имеющиеся в деле доказательства будут оценены судом при вынесении решения. И в решении суда им будет дана надлежащая оценка. Так, разрешается ходатайство о приобщении документов, подсверждающих квалификацию и специальность врача. У Вижева до Урбека Игоревича. Это у нас копия диплома. Копия диплома в профессиональной переподготовке. Приложение к данному диплому. Сертификат специалиста. Удостоверение о повышении квалификации. Сертификат специалиста. Диплома профессиональной подготовки. Приложение к диплому. И удостоверение о присвоении квалификации врача-стоматолога общей практики. Пожалуйста, мнение представителей. Мое мнение, что это вообще не относится никак к предмету нашего иска. Иск у нас заявлен о том, что услуги не оказывались. И какая разница, какие у меня там специалисты. Зачем это все? Ну, это право стороны. Все-таки ходатайство при общении каких-то документов, которые она считает, относятся к данному делу. У нас вот присутствует здесь представитель ответчика, который непосредственно у нас занимался лечением. Истца, как утверждает сторона ответчика, и подтверждает свою квалификацию. Доктор, так понимаю, лечащий, в кавычках, уклоняется от того, чтобы быть свидетелем. Потому что лицо, участвующее в качестве представителя, не имеет права быть свидетелем. Это понятно. Это понятно. Я думаю, что это понятно и стороне ответчика. Хорошо. То есть возражаете? Возражаю, потому что к делу не отопыт. При общении данных документов суд определил приобщить представленные документы, подтверждающие квалификацию врача, материалом дела. Теперь разрешается ходатайство о приобщении договора на оказание платных стоматологических услуг. Заверенная копия данного договора. Оргинал. У нас уже услышим? Да, конечно. Так, ну вот у нас имеется на первом листе подпись Горицкой, на втором листе подпись Горицкой, на третьем, на четвертом, на пятом, на шестом, на седьмом. Ну, проставлено печат, подпись Горицкой и подпись Крепиковой. Уважаемый суд, у меня есть заявление о совершении преступления по статье 303 Уголовного кодекса о подложности документов. В предыдущем судебном заседании было установлено, что договор со стороны клиники подписан не был. И на данный момент внесены соответствующие изменения в оригинал договора. А какого рода изменения? В том, что он подписан со стороны Кристалл. Одно дело, когда договор, а другое дело, когда оферта. Это абсолютно два разных момента. Любые изменения в документы недопустимы. Тем более в суде было установлено, что договор со стороны клиники не подписан. Не важно, какой экземпляр. Суд разъясняет право стороны истца самостоятельно обратиться в правоохранительные органы. Если правоохранительные органы у нас посчитают необходимым, они затребуют, придут ознакомиться с материалами дела. Истребуют какие-то определенные материалы путем выемки, если это будет необходимо. Также суд разъясняет, что в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации вынесение частного определения это право суда, а не обязанность. В данном случае суд фиксирует те доказательства, которые у нас обозревались в прошлом судебном заседании и обозреваются в настоящем судебном заседании. Суд фиксирует о том, что в настоящее судебное заседание у нас представлена копия договора на оказание платных стоматологических услуг и оригинал, который подписан представителем ответчика и стоит печать. В прошлом судебном заседании мы выяснили этот момент, это также у нас зафиксировано, что печати и подписи не было. Хорошо, суд определил приобщить к материалам дела копию договора на оказание платных стоматологических услуг. Оригинал обозрён в судебном заседании и соответствует представленной копии. Так, теперь у нас разрешается ходатайство представителя ответчика о явке всё-таки истца. Скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, имеется у вас телефон мобильный Горицкая Ульги Ивановны? Как представитель я должен действовать в её интересах. В её интересах, с моей точки зрения, не участвовать в данном судебном заседании. Поясню почему. Человеку 71 год. Вы это уже поясняли, это понятно. Скажите, пожалуйста, вы суду конкретно в перерыве сейчас можете сообщить телефон истца для того, чтобы суд мог связаться с истцом и лично переговорить о возможности явки? Нет. То есть вы отказываетесь? Я отказываюсь. Более того, я буду максимально рекомендовать моему доверителю не участвовать в данном судебном заседании, поберечь свои нервы. Я всю информацию, если необходимо, дам пояснение, предоставлю, но только через меня. Хорошо. Суд объявляет перерыв в судебном заседании. Буквально 5 минут прошу ожидать в поле. Пожалуйста, ожидайте в поле. Судебное заседание после перерыва объявляется продолженным. Имеется в договоре телефон истца, но, к сожалению, недоступен телефон. Какой телефон есть? Я так поняла, председатель ответчика имеется? Уважаемый суд, он есть уведомление об отказе потребителя от получения медицинской услугой. Какой именно телефон? 8-953-759-31-88. Да, именно этот телефон указан как раз в договоре, но она вне зоны. Уважаемый суд, разрешите для протокола внести мои возражения. Возражение в чем? Возражение на действие председательства. Я считаю, что на данный момент недопустимо нарушать принцип равноправия состязательности сторон. Я очень четко вырезал свое мнение по данному вопросу. И еще раз повторю. Доверитель мой не будет участвовать в судебном заседании. Ни при каких обстоятельствах. Ни при каких обстоятельствах. Даже если вы дозвонитесь минуя меня. Отец против. Она против, она более того, я в самом начале судебного заседания пояснил. Но она не выразила свой отказ в... Она попросила рассмотреть в ее отсутствие. Она попросила рассмотреть, но она не выразила в том, что она не может участвовать полностью в рассмотрении гражданского отдела. Сейчас она по состоянию здоровья не может участвовать. Я понял вашу позицию. Если нужна какая-то другая формулировка с ее стороны, я могу такую формулировку предоставить. Я выражаю ее волю. Ее воля. Ее право, а не обязанность. Суд понял ваше возражение. Я закончу. Потому что я считаю, что это некрасиво. Когда в присутствии представителя, моей доверительницы, идет вот эта вот сборка телефонов. Я прямым текстом говорю, что она не будет с вами общаться. Я запретил общаться. Потому что я не побоюсь этого... Вы запретили ИСУ общаться с судом? Со стороной ответчика. Потому что, я не побоюсь этого слова, они совершают мошенничество в действиях. Я это предоставлю в следующих судебных заседаниях по другим делам гражданства. Это не первый человек, который обратился с данным вопросом. Там занимаются зомбированием, опманом и тому подобное. Не надо перебивать. Есть доказательства. Есть доказательства. Я покажу, не переживаю. Мы с вами рассматриваем конкретный спор. То есть суд понял вашу позицию. Суд действительно, в соответствии с положениями Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, не может обязать ИСЦа физического, физическое лицо, обязать явкой в суд. В данном случае у нас ИСТЕЦ доверила право представлять ее интересы представителю. Но есть такие категории споров, где участие ИСЦа было бы необходимо. А в случае, если у нас возникнет вопрос о назначении судебной экспертизы, в этом случае, каким образом... Если у них есть желание, пускай проводят. Нет, подождите. Но вы же понимаете прекрасно, что если судом будет назначена судебная экспертиза, необходимо будет обследование ИСЦа. Уважаемый суд, давайте я еще раз поясню. Значит, моей доверительнице услуги в этой клинике не оказывались. То есть правильно суд понимает, что в случае назначения судебной экспертизы, ИСТЕЦ не придет на обследование, на судебную экспертизу, на обследование ее врачами? На данный момент я на этот вопрос отвечать не буду, потому что он преждевременный, потому что никакая экспертиза не назначалась. Более того, я хочу еще раз пояснить. Есть допустимые доказательства. Мы можем что угодно проводить, какие угодно экспертизы, но какое они будут иметь отношение к данному делу? Никакого. Вы говорите о том, что услуги не оказывались, правильно? Я обращаю внимание на то, что если сейчас моя доверительница сделает какие-то работы где-то, их нельзя просто на основании экспертизы присваивать. С чего вы взяли, что это у вас сделали? Если там будут какие-то работы сделаны. Так, понятно. Экспертизу нужно обосновать, поэтому я считаю, что если будет такая... А сюда вопрос, это что у вас такое вот здесь лежит? Я. Вот на стульчике. Вот это на стульчике. На стульчике, да. Это диктофон, аудиорекорд. Покажите, пожалуйста, судим. Вы мне не доверяете? Ну, просто хочется посмотреть. Вы мне не доверяете? Нет, я просто убедилась. Уважаемый суд, мы ждем разрешения ходатайства в Явке ИСПА. Суд разрешил данное ходатайство. Суд вам указал, что суд не может в соответствии с положениями Гражданского процессуального кодекса обязательство Явка. Если истец самостоятельно изъявит желание прийти в суд, она это сделает, мы ее каждый раз извещаем о дате судебного заседания, но положение процессуального гражданского законодательства не позволяет нам физическое лицо обязать Явкой в суд. У нас имеется норма, которая говорит об обязательном участии представителя государственного органа, но физическое лицо суд не вправит. Тогда у нас ходатайство о переносе судебного заседания в связи с необходимостью подготовки ходатайства на значение судебной медицинской экспертизы. Судебная медицинская экспертиза стоит от 150 тысяч, очередь в судебное медицинское бюро по последним нашим, скажем так, данным от двух лет. Поэтому огромная просьба представителю... А для чего нам, вот подскажите, пожалуйста, судебная медицинская экспертиза в данном? У нас, уважаемый суд, у нас есть снимки истца, там было удаление зубов, соответственно, медицинская экспертиза подтвердит это удаление однозначно. Если у представителя истца, либо у истца есть медицинская документация, что они удаляли эти зубы в других клиниках, проблем нет, тогда они нам предоставят, и, соответственно, мы уже будем исходить из того, что представлено истцом. Но мы настаиваем на том, что медицинская манипуляция были выполнены. По последней судебной практике, которая проходит, опять же, в Октябрьском районе суде, мы всегда идем на мировые соглашения, если мы не правы, всегда компенсируем, как правило, и тут дело просто принципом, мы на самом деле все выполнили, и мы считаем, что представитель Мамаев просто ввел истец в заблуждение. Так, хорошо, понятно. Ваше ходатайство об отложении судебного разбирательства. Вопрос к представителю истца. Скажите, пожалуйста, какая-то где-то в другом месте истец выполняла какие-то такие манипуляции, связанные с удалением зубов? Уважаемый суд, я считаю, что данный вопрос я оставлю без ответа. То есть вы не можете ответить на этот вопрос? Не то, что не могу, я считаю, что нет, не отходится. Вам известно, выполняла ли это? Не все известно. Так вот, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Я просто отказываюсь отвечать на тот вопрос, который я считаю, что не в интересах моей доверительницы, потому что он к делу не относится. Более того, я хочу обратить внимание, что если мы берем план лечения, а когда мы говорим о допустимых доказательствах, не каких-то там эфемерных экспертизах, здесь вот написано, что удаление зубов врач не расписывался, а выполнение. Вот это называется допустимые доказательства, если вот они на бумаге все оформляются. Уважаемые представители истца, вопрос о допустимости и относимости доказательств разрешается судом? Согласен. Согласен, спасибо. Согласен, да. Я имею право обратить на определенный момент внимание. Конечно, имеете право. Я это делаю. Суд оставляет на разрешение вопрос об отложении судебного разбирательства позднее, после заслушивания мнения лиц, участвующих в деле. Суд определил начать рассмотрение дела по существу. Истец обратил их в суд, указав, что между ней и ответчиком заключен договор на оказание платных стоматологических услуг. Произведена предоплата за лечение в размере 133 510 рублей. Ей указанную денежную сумму истец взяла в кредит, в ООО «Хомкредит энд Финансбанк». 16 января 2023 года, то есть спустя, получается, у нас 31 ноябрь-декабрь, и 16 января 2023 года истец уведомил ответчика об отказе от получения платных медицинских стоматологических услуг. Договору потребовало в 10-дневный срок возвратить уплаченную ею денежную сумму в размере 135 510 рублей. 24 ноября 2023 года от ответчика произведено зачисление денежной суммы в размере 54 270 рублей. Таким образом, истец полагает, что не возвращены денежные средства в полном объеме. Указанными действиями ответчика исток причинены убытки в размере начисленных банком процентов за время невозможностью досрочно возвратить в банк сумму кредита, и также причинен моральный вред. Просит взыскать с ответчиков пользуется предоплату по договору. Предоплату по договору в связи с отказом от получения платных медицинских услуг в размере 79 240 рублей. Компенсацию морального вреда 60 000 рублей. Убытки в размере 24 388 рублей. Штраф. Размер убытков будет уточнен в судебном заседании. Взыскать с ответчика в пользу истца штраф в размере 50% от суммы присужденной к пользу потребителя. Представитель истца поддерживает заявленные требования? Да, поддерживаю. Представитель ответчика возражает? Возражает. Какие-то дополнения, помимо тех обстоятельств, которые в прошлом судебном заседании были изложены, у представителя истца имеются? Да. Слушаем. Хочу обратить внимание на то, как происходили события, потому что они подробно не описаны. Моя доверительница на основании рекламной акции посетила данную клинику. Соответственно, она подписывала документы, возможно, и даже какой-то план лечения. Но это не относилось никак к договору. Поэтому я и думал, что я сегодня буду задавать вопросы работнику данной клиники, чтобы узнать подробно, как происходит процедура. Вот с момента, как заходит потенциальный клиент, как его направляют на бесплатную диагностику, какие документы. Потому что прежде чем делать рингем, как минимум, они должны взять соответствующие подписи, соответствующие документы, завести мне свою карточку и так далее. То есть все вот это, что происходит, оно не имеет никакого отношения. Никакого отношения к чему? К заключению договора. То есть человек приходит на бесплатную консультацию с ним, к тому подобное, и уходит. Но не все уходят. Как правило, не уходят люди, которые не могут отдавать себе отчет. Это пенсионеры. Это люди, которые поддаются воздействию, влиянию. Отец в момент заключения договора или подписания каких-то документов не отдавал отчет своим действиям? Не могла ими руководить? Я не хочу это говорить, потому что у меня основания немножко другие. Я не хочу вдаваться в эти деньги. Но я хочу сказать о том, что это происходит. Люди, которые туда попадают, ко мне, я говорю, не единственный человек обращается. И все рассказывают одну и ту же историю. Мою доверительницу физически не выпускали из кабинета. Физически не выпускали. Как вы говорили? Да, две женщины. Нет вам эти нужные услуги. Вот просто вот так вот. Физически не выпускали. Они закрывали дверь перед ней. Они ее хватали за плечи. Усаживали. Что конкретно? Усаживали руками за плечи. То есть она хотела встать. Они говорят, садитесь. Понимаете, они ведут такой разговор. Вот этот мясо. Психологическое воздействие, как сказать, оказывали. Человек, гость, страдает. Все-таки психологическое воздействие оказывалось или физическое воздействие? И психологическое, и физическое. Я не знаю. Но если до человека затронулись, я считаю, что это физическое воздействие. Потому что она мне четко сказала. Я хотела уйти, но я не смогла. Я попыталась встать. Ко мне подошла человек. Хорошо, понятно. Это вы говорили все в прошлом судебном заседании. Эти доводы были. Какие-то новые доводы. Теперь по поводу кредитного договора. Опять же, с учетом того, что я начинаю общаться с другими людьми, которые пострадали, я понимаю весь этот абсурд, маразм, который там происходит. Да не подписывала она никакой кредитный договор. И в том числе, который я вам предоставил в суд, там нет подписи. Кредитный договор не подписывала? Да, кредитный договор. Как это все происходит? Насколько я предполагаю. Но это нужно, конечно, установить. Это еще как бы мне надо еще немножко разобраться. Что используя персональные данные моего доверителя. Они там сами с компьютера что-то вводят. Получают вот эти кредиты. То есть, истец говорит о том, что услуги ей никакие не оказывались. Договор она не подписывала. Возможно, подписывала какие-то документы. План лечения, возможно, тоже ей был подписан, но это не точно. Уйти из клиники она не имела возможности, поскольку на нее оказывалось психологическое и физическое воздействие. Правильно? Правильно, но акценты не здесь. А где? Акценты в том, что заключив данный договор рамочный, шаблонный, который ни о чем. Вы понимаете, что услуга стоимостью 161 тысяча, сколько там, она ни о чем. Либо работа, а что он предмет. То есть, вы считаете, что представленный договор на оказание платных стоматологических услуг не соответствует требованиям, предъявляемым действующему законодательству, поскольку не содержит расшифровки услуг, стоимости каждого вида услуги. Правильно? В том числе и подписей нет. Понимаете? Это же тот нормативный документ, на который они ссылаются, в своих возражениях, на которые я ссылаюсь. Там же четко прописано порядок заключения договора. Там написано, что должна быть подпись. В предыдущем случае у него заявления установили, но нет подписи. А сейчас она появляется. Должна быть стоимость, срок. У Горицкой отсутствует в договоре все необходимые реквизиты, предмет договора не определен конкретно. Отсутствуют существенные условия договора, так? В договоре отсутствует конкретный перечень услуг и работ. Его просто нет. Соответственно, нет конкретной стоимости этих услуг и работ. Нет конкретных сроков. То есть договор о том, что мы вас полечим. Вы нам деньги авансом перечислить, согласно такому-то пункту, и мы вас полечим. То, что касается плана лечения. Вот в этом плане лечения нет фразы о том, что это приложение к договору. Это не является приложением к договору. Скажите, пожалуйста, а истец знакомилась с данным договором? Ну, судя по тому, что она его подписала все-таки, то есть должна была ознакомиться? Я вам могу сказать так, что там она точно не знакомилась. Я уверен, что она и дома не знакомилась. Кроме меня с этим договором никто не знакомился. Она единственная... Я, по-моему, задавал уже этот вопрос в прошлом судебное заседание. Скажите, пожалуйста, а имела возможность истец не подписывать данный договор? Я думаю, что нет. Ну, это вы думаете, а истец как думает? Ну, как она мне пояснила, что ее просто физически не выпускали. Она подписала, ушла, и дома уже своему сыну сказал вот эту ситуацию. Сын связался со мной, и вот... А когда она сказала об этом сыну? Вот она подписала договор 31 октября 22 года. А когда она сыну об этом сказала? Вот этого я не знаю. Ну, сын ко мне обратился... Просто с вопросом о расторжении договора она обратилась спустя 2,5 месяца. Это небольшой срок. Бывает, что человек действительно, ну, оказывалось какое-то там психологическое давление. Она не понимала, ее уговорили там. Но она приходит домой, у нее на руках договор. У нее был на руках этот договор, судя по всему, вы это не оспариваете. Она его прочитала вечером, на следующий день хотя бы. И подумала, так этот договор вообще не соответствует моим желаниям. Но и ожиданием пришла и расторгает этот договор. Но здесь проходит значительное количество времени. 2,5 месяца. Жанна, можно я все-таки поясню? Я не знаю, ведется аудиозапись, все, что происходит, соответственно, моя доверительница послушает. Но я так скажу. Я считаю, что моя доверительница частично недеиспособна. Просто она не понимала. Она признана? Нет, не признана. Поэтому я ей говорю, что кто-то должен с ней ходить. Ну вот вы с ней были бы, как представитель. Но, к сожалению, на тот момент, она говорит, у нее в первый раз в жизни такое, что вот ее вот так обманули. Мы не об этом сейчас говорим. Почему спустя 2,5 месяца обращается она за расторжением договора? Потому что она ходила, оббивала пороги, умоляла им отказаться от этого. Они тыкали в этот пункт договора, что вы должны заплатить такие-то деньги. Более того, конкретно у моего истца. У него есть особенности, связанные с возрастом, со состоянием здоровья. Для нее это, ей очень сильно повезло, что она вообще дошла до суда. Что они нашли меня. Потому что, ну, многие люди, они этим пользуются. Просто не судятся, забывают про свои зубы, про свои деньги, про свои кредиты и все остальное. Понимаете? Это ей повезло. Хорошо. Еще какие-то новые доводы, новые обстоятельства имеются? Это все вы говорили в прошлом судебном заседании. Еще какие-то новые обстоятельства. Новые обстоятельства, новые доводы. Я хочу обратить внимание, что план лечения не является приложением к договору. Что в него неоднократно вносились исправления. Про договор я уже сказал, что он вообще просто рамочный, непонятно о чем. Что людей вводят в заблуждение. Конкретно мою доверительницу. Описал схему, как они вводят. Дальше я просто говорю, верните деньги. То есть вы поддерживаете? Я просто не понимаю вот эту дискуссию со стороны ответчиков, про вот эти вырвали зуб там или еще что-то сделали. Мы не знаем стоимость этих работ. Они предоставляют в суд какой-то... Вы еще не слышали дискуссию со стороны ответчика, уважаемые представители. Я просто не слышал, более того, они не предоставили. Сегодня у нас есть второй представитель, который сможет дать какие-то пояснения, пояснить по медицинской карте. В ходе процесса я буду дополнительно пояснять. Сейчас мы оторваем. Есть вопросы к представителю ИСЦА? Да, уважаемый суд, конечно, есть вопросы. У меня первый вопрос. Если ИСЦА удерживали в помещении клиники, есть ли заявление в полицию? Сейчас я выйду из здания суда и пойду делать заявление по 303 статье и по 303 статье. Я думаю, что ИСЦА удерживался, я считаю, несостоятельно, бездоказательно, поэтому не может быть рассмотрен в данном судебном заседании вообще, в принципе, в судебном заседании. Так, хорошо, еще вопрос. Дальше. Вопрос, ну, самый главный, является ли ИСЦА здесь способным? Мы уже услышали, да. Такой вопрос. Если ИСЦА и представитель считают, что кредитный договор не был ими заключен, тогда, соответственно, если договор не был заключен, соответственно, денежные средства были нами не получены, тогда предмет иска не совсем нам понятен. Вы, наверное, не внимательно слушаете. Я не говорю, что он не был заключен. Я вам говорю, каким он образом был заключен. Мой доверитель не способен пользоваться компьютером, понимаете, и документы предоставлены в суд, с ею стороны не подписаны. Вот эти персональные данные вводили вы, ваши работники. Это мы слышали? Вы считаете, что договор не заключил? Нет, на нее договор заключили кредитный, потому что деньги выдавали. Просто вы сдали или нет? Договор-то был заключен кредитный? Или нет? Но если деньги поступили, значит, он фактически был выгоден. Следующий вопрос. Суд делает замечание обоим представителям. Следующий вопрос. На данном этапе нет вопросов. Хорошо. Пояснение. Пожалуйста, присаживайтесь. Пожалуйста, пояснение. Представитель ответчика краткий. Одного. И, пожалуйста, мы хотим заслушать второго. Уважаемый, по поводу нашего сайта, интернет-сайта, сайт находится на реконструкции. Смотреть на этот сайт не представляется возможным и нерезонно, потому что он на самом деле находится на реконструкции. Дальше. Прискурант находится, как я уже поясняла, на ресепшн. То есть, где сидит администратор, прямо при входе в клинику. Опять же, это видно на видеозаписи представителя истца. Точно так же, как и уголок потребителя, это обязательное условие. Мы не можем осуществлять свои деятельности без этого уголка потребителя, где указаны телефоны соответствующих органов, контролирующих, а также наша правовая информация в виде лицензии. Поддерживаем свои возражения. Мне хотелось бы пояснить, медицинский сотрудник, врач, пояснить по поводу того, какие были манипуляции выявлены, сделаны, и что означает вот эти записи в медицинской карте. Каким образом заключается кондитивный договор? Вот пришел человек, вот у него в руках только паспорт, и там в полис обязательного медицинского страхования. Уважаемый суд, работники клиники не заключают кредитный договор, поэтому на данный вопрос я пояснить не могу. Это нужно задавать вопрос представителям кредитной организации. Поэтому... Давайте по другому вопросу. Он кредитный договор заключает, находясь в вашей клинике, или уходит куда-то в банк, там еще что-то? Работники клиники не заключают кредитный договор. А сидит специалист банка там? Да. Сидит специалист банка, да, в клинике? Уже у нас тут вот, несмотря на то, что мы пригласили, ну, в третью сторону участвовать в виде банка, я все-таки вот в данном случае считаю, что их явку нужно признать обязательной. Хочу знать, кто там оформлял это дело, и в качестве свидетеля допросить этого работника, этого банка. На это как бы я право имею. Единственное, мне нужно знать, кто там работал на тот момент. Потому что, насколько я понимаю, что вот этот работник совершал определенную операцию. Потому что, опять отвлекусь, у них не может находиться столько работников разных банков. Банк МТС, банк, там, счеты эти банки, там, хом-кредит, понимаете? Вопрос какой. Вы не деливайте меня. Это состязательный процесс. Прекратите сейчас же оба. Иначе суд сейчас выставит вас обоих за дверь. И вправе это сделать. Это безобразное поведение, это недопустимо такое поведение представителям в процессе. Пожалуйста, вопрос следующий представителя ИСЦАН. Каким-то образом вы аннулируете кредитные договора? Нет. Нет. У меня есть документы. Я могу сейчас... Кредитные именно договоры? Да, именно кредитные договоры. Если это относится к нашему спору, то вы вправе представить. Если нет, значит мы этот вопрос рассматривать не можем. Уважаемый суд. Какое это отношение имеет... Это относится к тому, что в данный момент представитель, ответчика врет. Заблуждение, наверное, следует сказать. Может быть. Давайте я скажу... Пожалуйста, у нас же стадия вопросов. Пожалуйста, еще вопросы есть, а потом... Хорошо, я обращу на это внимание, что вы вводите в заблуждение, когда вы говорите, что вы не аннулируете ни планы лечения, ни кредитные договора. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы не можем аннулировать кредитный договор, мы не являемся стороной договора. Логично. Голову включать, логично. Вот эти словарь я говорил потерпевшим. На данном этапе, на данном судебном процессе. Уважаемые представители, следующий вопрос, пожалуйста, представитель СЦА. Можете как-то описать с порога, как клиент заходит в клинику, что происходит? Нет. Почему? Потому что я работаю по договору на оказание услуг. Я не являюсь работником клиники. Я оказываю юридические услуги по конкретным делам. Ну, бухгалтерскими услугами занимаетесь, я знаю. Не нужно давать оценку свою деятельности представителя. К данному представителю нет вопросов, потому что, к сожалению, он не владеет информацией. Хорошо, присаживайтесь, пожалуйста. Пожалуйста, второй представитель, мы вас слушаем. Расскажите, пожалуйста, суду и участникам процесса, с чем к вам пришла истец, что вообще, какая беседа с ней была проведена, какие действия были проведены, если они проводились. Непосредственно, что, как бы я делал, да? Мне это причислить или что? Ну, я не знаю, что. Что вы можете пояснить, как представитель? Ну, пациент попадает к нам, ну, вкратце расскажу, да, заходит в клинику. Да. Далее ему предлагается заполнить анкету. Угу. Да. После этого пациента забирает и сестра делает обзорный снимок. Угу. Вот это, ну, насколько я знаю, да, вот это все, как бы все бесплатно. Так, так и есть. Обзорный снимок – это бесплатно? Да, 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 да. Угу. Угу. Далее пациент передается в руки наших менеджеров. Угу. Угу. Менеджер, найдя врача, который консультирует в данный момент… То есть проводится консультация следом? Да. Вместе с пациентом менеджер и непосредственно врач, да. Врач, глядя на снимок, когда получили метод исследования, глядя пациенту во рту, на камере мы показываем перед глазами у пациента. Угу. Естественно, бывает, что план лечения, по ходу лечения меняется. Какой-то зуб хотели сохранить, не получил. Медицина, наука не точна. Здесь всякое бывает. Бывает, меняется. Угу. Угу. Мы можем с таким столкнуться. Угу. Соответственно, уже другие показания. Показания по удалению зуба. Угу. То есть мы отступаем от изначального плана и переходим на другой. Вот так вкратце как бы происходит… Ну вот, что у нас по исту, пожалуйста, конкретно расскажите. А ко мне Ольга Ивановна попала на удаление двух зубов. То есть вы занимались именно удалением двух зубов. А вы помните этого истца, Ольгу Ивановну? Нет. У меня в день больше десяти человек я просто не запоминаю их очень много. Угу. Ну, а вы в связи с чем полагаете, что вами проведены эти процедуры? По удалению. По удалению. Заполнение карты. Угу. Вы лично заполняли эту карту? Угу. По поводу удаления. Я вбиваю… В компьютер. В компьютер. Угу. 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 Пятнадцатого декабря 22-го года. Угу. Угу. Восьмой зуб удалил. Тоже его удалил. Все, на этом наши, непосредственно мои. Можно пояснить, там просто еще два речи врача было, чтобы я понимал. Ну, а вы поскольку врач, поясните, пожалуйста, что делали еще другие врачи по карте? У нас просто встал в прошлый раз вопрос по плану лечения, мы не могли понять, что это такое. Правильно суд понимает, что в плане лечения, которое имеется в карте, вот эти цифры, 44, 37, это номера зубов, так. Нам не было понятно, что такое МКК. Что такое МКК? Металлокерамическая коронка. Это лечение. А что вот по этому плану лечения, который имеется в карте, что в соответствии с данным планом лечения должно было быть выполнено? Или что выполнено? Как узнать, что эти операции выполнены, манипуляции? Где нет росписи, соответственно, эти услуги еще не предоставлены. А там, где имеются подписи, значит, эти услуги выполнены. Да. Подождите, пожалуйста, у нас пояснение пока. Ну и что бы там конкретно было выполнено, скажите? Профессиональная гигиена, удаление двух зубов, эндолечение 43-го зуба. А что значит эндолечение? Это лечение корневого канала, эндоидентическое, другими словами. Лечение корневого канала. То же, установка с штифта. Все. Металлокерамика не была сделана. Металлокерамика не делилась? Профессиональное гигиена, снятие отиска, это у нас делается автоматически всем. Еще раз, что делается автоматически? Первые два пункта. Снятие отиска и профессиональное гигиенополоскоп. А, ну понятно, гигиеническое очистка, да? Нельзя проводить гигиенские манипуляции без производства вот этих манипуляций. Уважаемый суд, я прошу, чтобы все-таки один не давал об этом. Не надо подсказывать. Уважаемые представители САП, присядьте, пожалуйста. Я просто, я не понимаю. Вам давали слово. Ну, я так просто хочу поучаствовать. Давайте все вместе будем участвовать. Вы всего один. У нас же в таком пояснике сторона ответчика. Присядьте, пожалуйста. Зачем подсказывать? Среди лица, присядьте, пожалуйста. С таким вашим. Дальше еще. Что еще там делалось? Ну, то есть, вот в соответствии с планом лечения, вот последние два пункта, они не были выполнены, да? Осталось, значит, цепок, четвертый зуб, коронка. Не была поставлена? Нет. Частично съемный пластинечный пропец. Еще нужен. Частично съемный пластинечный протез. Акри-фри. А это что? Это тот же самый. А где вот в этом плане лечения стоят где-то ваши подписи? Да, удаление. Покажите, пожалуйста. Напротив двух удалений? Здесь вот стоит ваша подпись, для чего вы вот здесь вот пишете фамилию, имя врача, проводившего консультацию? То есть, это вы проводили консультацию? Нет, это вы проводили первичную консультацию, первичную консультацию проводили вы, так? Да, да. А профессиональную гигиеническую чистку кто проводил, и вообще это отражено в карте, в плане лечения то есть, а в карте отражено? Ну, в основном, в основном, это же тоже врачи проводили? Да, 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 на умах, да. Первый счет. Консультация, осмотр 20-го, 12-го, да? Дальше у нас, это кто, что за врач? 26-го декабря. Я вот не вижу, вот здесь написано консультация, осмотр, вот стоит вот врача. Это дневник, а дальше? А скажите, пожалуйста, правильно суд понимает, что вы в заполнении ведете медкарты в электронном виде? Да, все это. А для чего тогда вот такая медицинская карта? Правильно. Требует правила. Требует правила. То есть правильно суд понимает, что вся медицинская карта, по сути, ИСА, она есть в электронном виде? Да. Хорошо, пожалуйста, вопросы. Сходите, пожалуйста. Вот, есть план лечения, да? Как назначаются дни, время, выполнение каких-то мероприятий, где это зафиксируется? Конечно, конечно. Первый, обязательно учитываем пожелания пациентов, возможность врача, потому что запись довольно густая. То есть по записи, да? То есть комплектно у вас график есть? То есть предлагаем такое сипое время. То есть в конечном итоге вы определяете как специалист, когда должен прийти клиент? Я могу своей стенки доверить, так сказать. Ну, клиника, хорошо. Да, клиника. К вам же не придет человек, когда ему захотелось, да? Должен быть врач в свободе, время должен быть в свободе. Ну, и так не бывает. Что-то выплющилось, забегает поправить. Правильно я понимаю, что вот в этом плане лечения, третья графа с этими датами, это как раз вот эти дни выполнения работы. Вот когда человек должен прийти на выполнение определенной работы. Это когда работа сделана? Нет. Нет. Подождите, вы задаете вопрос, а вам отдается ответ. Что значит нет-нет? Вы, пожалуйста, вы задали вопросы, вам ответите. Хорошо. Где сказано, что человек должен прийти в эту дату? Мы же только сейчас с вами решили. У меня бумажки даем в паргалку. Бумажки? В паргалку. За день обзвон происходит, производится для пациента. Напоминаю. Это система работает. Это у вас, скажите, пожалуйста, вы, ну вот, допустим, человек пришел на определенную манипуляцию, потом вы делаете, ну, как бы, то есть договариваетесь на другое определенное время, вы даете, ну, как в поликлинике, допустим, вот, на прием прийти тогда-то, да? Вы даем как талончик, да? И прозвон осуществляете за день до этого. Так происходит? Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. То есть, это ваша фамилия, но подписи ваших здесь нет. А вот здесь есть ваши подписи? Нет. Вообще на этом документе ваших подписей нет? Нет. Вообще нет. Можно я? Нет. Я могу не расписаться, честно. Это, может, мое упущение, но... Хорошо, а чьи вы это подписи, может быть, знаете, нет? Вот так вот. Вот, где подпись врача о выполнении, вот, чьи такие подпись? Скорее всего, ассистентка. Нет, подождите, здесь у нас в плане лечения, напротив удаления, ваших подписей нет, и нет подписи ассистента. Но есть подписи о выполнении работы другими врачами, ну, якобы, чтобы были выполнены эти работы. Вы не можете назвать, чья это подпись, чья из врачей? Где пункт удаления зуба? Там есть подпись... Истца. Ольги Ивановой, да. Эндолечение, штифт. Вот эти работы... Да, три подписи, это Елена Сергеевна. Подпись врача. Она расписала? Кто, а что это за имя? Наумова. Наумова. Она расписала? Вот эти три подписи. Прониклирую. А ваши врачи нет. И вы не можете пояснить, вспомнить, как выглядит этот врачистец, правильно? Ну, в десять человек сказали, что в день проходит. Врачи, да. Но вы уверены, что вы зубы вырывали? Уверены, конечно. А в связи с чем такая уверенность? Ну, это моя манера заполнения. Наша манера заполнения. То есть не заполнять? Ну, ключевый момент. А как вы считаете, это является приложением к какому-то договору? Или это просто, так сказать, ну, как шпаргалка там вот такой? Мне, как врачу, этот лист необходим для того, чтобы я видел, что мы не сделали. Пациент заходит в кабинет, я вижу, подписи нет. Вот это осталось. Все, я пошел дальше. Ну, как вы считаете... Уважаемый суд, ну, здесь... Я задаю вопросы. Да, мы поняли, мы видим вопросы. Подпись, клиента. Подождите, пожалуйста. У нас вопросы, на вопросы пока отвечает врач. Кому представитель? Вот вы сказали, что приходит менеджер, врач, и вот там вы что-то там происходите. Можете поподробнее, как это все происходит? Все просто доношу до пациента, первичного пациента, да? Мы же сейчас говорим о человеке, который только к нам нашел. Говорю о проблемах, с которыми он столкнулся, с которыми... Что мы с ним могут привести, и там, и так далее, исходит. План уже существует? То есть вы его набросали? Нет, это все параллельно делается. Ну вот я хочу подробно понять, как это происходит. Я у пациента во рту осмотр произошел. Тут же в камеру показываю, если... Ну, я понимаю, да, что... Рядом стоит менеджер, который заполняет план. То есть в этот момент менеджер заполняет этот план? Мы же параллельно под диктовку врача пишем. Это вот план, это проблема, да? Да, да, да. Вот этот план заполняет? Да, да. Концент это этот, или это может быть... Форма другая может быть. Может, другая, если честно. Не скажу сейчас. Ну, заполняет заполняет. Ну, после того, как все, врач закончил, менеджер всегда показывает врачу. Ну, вот все. Просто, чтобы не было там каких-то расхождений, а ты там дописал. Хорошо, показали, план есть, дальше что происходит? Все, все, да. Что все, все? Ну, все довольны. Ну, человек разворачивается, идет домой. Доносим дальше, доносим. Ну, как вы доносите? Русским языком. Ну, все, спасибо. До свидания. Ну, все, дальше. Я рассказал про проблемы. Далее менеджер забирает пациента от меня. Дальше менеджер работает с пациентом. Все, работаю еще на педагоге. А, дальше на этом ваша деятельность до момента лечения закончена, да? То есть вы окончили консультацию, передаете клиенту уже менеджером. Дальше идет работа менеджера. Ну, они там подсчет ведут. Подсчет чего? Того, что... В плане лечения указано, да? Ну, конечно. Все, что я, я там много всего могу... А скажите, пожалуйста, а договор-то вам известно, на каком этапе сам договор заключается? Я... До момента составления плана или после? Я не скажу. Я не знаю. Ну, вот я обращаю внимание, что договор не заключается. И человек, любой человек, который пришел на бесплатный снимок, он может развернуться и уйти, правильно? Конечно. Ну, может, правильно? Их таких много. Да, таких много, да. Ротоцессы цены не устраивает. У нас не дешевый цен. Вот. Хорошо. А как человек узнает, какая работа по какой цене стоит? Так менеджер, после того, как забрал, у менеджера есть на руках. План лечения. Пациенты отдают. Менеджер предоставляет. Поверьте, менеджеры по полочкам раскладывают каждому пациенту. Так как раз. У нас очень много пожилого возраста. Я очень много зубов удалю. Может, из этого большого списка выбрать вот это выбрать, а этого отказаться, это выбрать, это отказаться. Это всегда доносится пациенту. Конечно. На весь план денег нет у человека. Естественно, такое может быть. Может, не быть денег, да? Да. Ну, мы сейчас не о деньгах говорим. О том, что он, в принципе, вот этот план, он не железобетонный, он может меняться. Правильно? Но об этом говорили, у вас как раз представили. То есть, у меня возникает просто простой вопрос. Каким документом зафиксированы конкретные работы и конкретно их цена? Я сейчас даже не говорю про сроки их выполнения. Потому что план лечения этого не содержит. Более того, от него можно отступать, как вы сейчас только что сказали. Можно вообще развернуться и уйти. Ну, подписали там все и развернулись и ушли. Можно от каких-то пунктов отказаться. Какие-то можно там добавить, там, я не знаю, или как вот здесь вот почему-то там потерли там что-то. Я так понимаю, это не приложение к договору, это какой-то черновик. Вы называете, как хотите. У меня это вклеено в карту. Я вижу, что пациенту сделано, что предстоит сделать. Вот для меня важность такая. Как называется этот лист? План лечения так и называется. План лечения. То есть, правильно ли вы понимаете, это план лечения, он вклеивается в карту медицинского пациента? Там вот в первый день посещения. Если пациент у нас остается, то, естественно. В каком смысле, если остается? А если не остается? Ну, если ему нравится все. Он решает с нами работать. Хорошо, давайте я по-другому задам вопрос. Когда человек приходит и просто делает бесплатный снимок и консультацию, вы составляете план? Да. Так. Если вы составили план, вот эти все процедуры сделали, но он все равно развернулся и ушел, вы на него заводите карточку медицинскую? Ну, куда? План подклеиваете вот это все? Я не знаю. Как вы не знаете? Если он не остается, ну, вы каждый день с этим сталкиваетесь. Наверное, вы не знаете. Но договор не заключается с таким пациентом? Нет, нет, нет. А какие-то документы остаются, кроме тех, которые, ну, допустим, по консультации? Снимок у нас остается. Снимок остается. А консультация, сведения о консультации в компьютер вносится? Да. То подождите вы. Мы допрашиваем врача. Сейчас скажите, если знаете. Надо, наверное, менеджера спросить, куда они деваются. То есть не знаете. Потом вот этот листик, который продиктовал врач, куда они деваются. Я честно не знаю. Менеджер составляет медицинскую карту? Кто составляет медицинскую карту? Врач или менеджер? Заполняет, вы хотите сказать? Заполняет, да. Врачи. Врачи? Да. Так вот, вы как врач, ну, к вам пришел человек, да? Вы определили, что нужно делать. Это надо информацию где-то записать. Я понял вопрос. Я понял вопрос. Значит, мы не заводим медкарту с людьми? Так я не говорю, значит, вы заводите или нет? Медкарта не остается. Нет, подождите. В каком случае заводится карта? В том случае, если пациент остается, если пациент не остается, не заключает договор, в этом случае медкарта заводится? Следующий вопрос, пожалуйста. Я просто хотел обратить внимание, что это не может быть правдой, потому что медицинская карта в любом случае заводится, когда человек обращается. Хорошо. С этого человека, который у вас не остается, берется согласие на добровольное медицинское вмешательство? Анкету. Я изначально сказал, зайдя в клинику, сразу подается анкета. То есть, анкета, согласие, план лечения. И это все еще до заключения договора, когда он может развернуться и уйти. Где эти документы хранятся, как не в медицинской карте? Я не могу сказать. Уважаемый суд. План лечения. Я задаю вопрос. Вы потом дадите свои пояснения. В данный момент человек, который занимается непосредственно этим по 10 раз в день. Дадите, пожалуйста, конкретный вопрос относительно иска. Конкретный вопрос. То есть, правильно я вас понимаю, что если договор заключается, то медицинская карта заводится. Если договор не заключается, то медицинская карта не заводится. Какое имеет отношение к делу? Не перебивайте. Суд задавал новый вопрос. Какой ответ? Точно сказать. Если вопрос, который задавал суд, заводится лекарь на пациента, который остается, да, естественно, заводится. Потому что туда вносится все, что нужно. Пациент, который… Подождите, сейчас суд задаст вопрос. Скажите, пожалуйста, вот когда вы проводите консультацию, вы какие-то данные в компьютер заносите у того человека, который в последующем не остается у вас? Фамилию увожу, чтобы у меня на экране появился снимок, обзорный снимок. То есть, имеется у вас в компьютере снимок обзорный, имеются сведения о консультации проведенной, так? Снимок. Только снимок. А план лечения? Нет. У вас в компьютере не остается? Нет. Так он, как бы, черновой еще, да? Менеджер должен… Уважаемый суд. Ну, как бы, я понимаю, что… Усматриваю наводящие вопросы в этом. Суд правит задавать любые вопросы. Ну, на мой взгляд, это… Я понимаю, что вы хотели получить, что человек, который приходит… Давайте вы не будете свои суждения, пожалуйста, уважаемый представитель, действием суда. Суждения – это мое возражение. Оценивать действия суда. Возражение на действия председательства. Председательствующий руководит процессом. Напоминаю вам, пожалуйста, следующий вопрос. Хорошо. После того, как я зафиксирую возражение на действия председательства, я считаю, что председательствующий задает наводящие вопросы, чтобы получить конкретные ответы. На данный момент суть заключалась вопроса в том, что человека пытались принудить к тому, чтобы он дал показания, что информация о человеке, который отказывается от дальнейшего лечения, информация заводится в компьютер. Пожалуйста, следующий вопрос. А вы договора вообще видели с клиентами? То есть, с момента, как из вашего кабинета клиент ушел, вы больше никакой информации не владеете? Как заключается договор и так далее? Мы финансовых дел вообще не касаемся. Хорошо. А с какой целью присутствует у вас в медицинском кабинете, так понимаю, работник финансовый? В моем кабинете не присутствует. Вы сказали, что... Менеджер. Менеджер. Ну, финансовый менеджер. А он записывает план лечения, который я диктую ему. А почему им это делать? Просто поясните, почему это делает менеджер, а не... У каждого пациента есть сопровождающий его менеджер от начала лечения и до последнего посещения. Вот один менеджер прикреплен к каждому пациенту. Это тот менеджер, который его изначально привел ко мне, к которому я продиктовал план лечения и так далее. Который его забрал потом. Рассказал, что, сколько будет стоить. Это все один и тот же человек. То есть, я правильно Вас понял, что ваш потенциальный клиент, который может заключить договор, он постоянно находится в сопровождении какого-то менеджера, какого-то работника. То есть, вот просто вот так вот ведут. Что вы имеете в виду, постоянно находится? Это значит, что его постоянно ведут. Вот подручку можно вести. Там, садитесь. Вы это имеете в виду, что подручку ведут? И подручку, и присадитесь. То есть, сопровождение и вести подручку все-таки не одно и то же понятие. Это даже не синонимы. То есть, правильно суд вы ведете к тому, что вы спрашиваете о том, постоянно ли находится с пациентом менеджером? Именно так. Именно так. То есть, человек все время находится в присутствии вашего работника, клиники. Я не менеджер, не знаю. У меня нет времени наблюдать за этим всеми. Ну, условно говоря, может ли он сбежать из вашей поликлиники? Да? Да. Так там не держат никого. А там можно... Понятно. Кого-то держат, кого-то не держат. Вот меня бы точно не держали. Так, давайте мы не будем ваши снова оценки давать оценочные суждения. Пожалуйста, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, ну, понятно, почерк может быть разный, но вот эту абвиатуру, вот это все, как может понять человек, не сведущий в этих делах? Наверное. Нет, ну вот пришла вам 71-летняя женщина. Ну, и пациентам всем очень четко на примерах все рассказывает. Ну, у вас, я думаю, есть и родители. Вы думаете, что она может помнить это очень долго? Слушайте, 91 год, мой самый старший пациент. 6 имплантов за смысл культивный. И так Бог тебе здоровья Бог. Я просто к тому, что вот это вот... Ну, удаление, в принципе, понятно. Да, тут все просто. Был зуб и нет зуба, удалили. Ну, врач сейчас только что пояснил о том, что каждое действие рассказывается пациенту. Так, еще вопросы? Рассказывает... Объясняет свои манипуляции. Ну, должно быть письменная форма, должно быть надлежащим все оформлено. Так, хорошо. Следующий вопрос, пожалуйста. Так, да. Ну, пока вроде нет вопросов. Так, хорошо. Присаживайтесь, пожалуйста. Что-то хотели вы еще пояснить? Да, уважаемый суд, просто доктор не владеет, скажем так, немножко ситуации, потому что он находится у себя в кабинете и принимает пациента. Доктор занимается лечением. Да, он занимается лечением. Он не находится, скажем так, с пациентом, да, с клиентом клиники. Я поясню уважаемому представителю истца, что почему существует так называемое сопровождение клиента-пациента, потому что клиника составляет порядка 300 метров. И заблудиться в этих катакомбах можно элементарно, там никто никого не держит. Клиент может уйти в любой момент, как уже пояснил представитель с медицинской специальности. Поэтому дальше тщательно разжевываются клиенты, тщательно, какие есть медицинские проблемы. Объясняется это все на компьютере. Перед клиентом висит компьютер со снимком, то есть он видит это все. И доктор объясняет это все наглядно, где есть проблемы. Опять же, этот снимок выдается на руки. Всегда можно проконсультироваться в других клиниках. А где можно посмотреть, выдан ли снимок на руки пациента? По поводу, вот кстати, да, по поводу заводится ли карта. В обязательном порядке при посещении клиники, как правильно сказал представитель, заполняется так называемая анкета. Берется добровольное согласие. В любом случае мы не имеем права проводить какие-то манипуляции, в том числе и осмотр. Берется добровольное согласие. Берется согласие на использование персональных данных в обязательном порядке. Все эти данные хранятся в клинике. Это все подшивается. Туда же подклеивается естественно... То есть на каждого пациента, независимо от того, заключен с ним договор, не заключен, заводится карта? В обязательном порядке. Дабы впоследствии не столкнуться с какими-то проблемами с тем же Роскомнадзором, у нас должно быть это согласие. Понятно. Хорошо. То есть здесь все четко отработано, потому что клиника уже не один год здесь существует. Отработка четкая. Естественно туда же подклеивается план лечения. Бывают такие ситуации, что человек сегодня отказался, пришел там через полгода и сказал я согласен. Конечно же делается новый осмотр, но опять же таки по тому плану лечения просто он корректируется опять же таки. Поэтому вот такая ситуация. Я к этому и вел, что медицинская карта в любом случае должна заводиться, когда он пришел к цели. Все верно, она заведена. Вы правы абсолютно. Просто с момента, как вышел клиент, пациент с кабинета доктора, все, его работа закончена. Его нужно сделать заключение по тем проблемам, которые существуют у него в ротовой полости. Все. А вы были в этой клинике? Да, я являюсь клиентом этой клиники, если вы видите, я в брекетах. Не очень. А вот такой вопрос. Где вы там 300 метров увидели? Я был в этой клинике, там нет 300 метров. Уважаемый суд, я не думаю, что это к материалам дела. Пояснила у нас представитель ответчика, то есть вы считаете, что нет там 300 метров? Ну что бы. Давайте, пожалуйста, конкретные вопросы еще у участников процесса есть друг к другу? Ну, в данном моменте нет. Нет. Хорошо, присаживайтесь, пожалуйста. Суд считает необходимым слушание по делу отложить, предоставить стороне истца возможность ознакомиться с документами, приобщенными к материалам дела. Медицинскую карту суд оставляет на период рассмотрения дела к материалам дела у нас в материалах дела в последующем. По мере обозрения мы будем делать копии для приобщения к материалам дела. Так, суд все-таки задал еще вопрос, а ИСЦУ нам снимок на руки выдавался? На руки? Да, уважаемый суд, они же его и представили со своими... Ну все, да, больше вопросов нет. Это ваше представление. Мы не представляли. Уважаемый суд, я не пользуюсь такой бумагой, в принципе, поэтому... Сейчас вся страна пользуется этой бумагой. Я не пользуюсь. Уважаемый суд, у меня, к сожалению, нет этой информации. А вот этого откуда взяли? Это, сейчас я скажу, это вот нам прислал представитель... Так, это было... А, ну, все правильно. Это было уведомление об отказе подсудителя от получения медицинских услуг. Это вот к этому документу было? Да, это было к этому документу, к уведомлению. Там есть это в приложении написано? Да нету там этого, это в родине. Подождите, не надо, пожалуйста, дайте суд. Низостоверная информация. Будьте добры, представители САД, дайте возможность суду задать вопросы. Так, значит, приложение. Копия договора, компия уведомления, копия кредитного, копия графика погашения, копия выписку по счету, копия интервью на интервью на интервью на интервью, расписка получения ответственности на с кого доявление там, извините. Суду может быть представлено вот к данной медицинской карте также снимок, сделан фотоснимка? Да, уважаемый суд, мы просто не, ну, поскольку это было представлено, мы не стали делать копию. Уважаемый суд, не нужен снимок, копию вот этого снимка. У нас нет этого. У нас этого нет. Уважаемый суд, это представлено, это можно сделать. Не представлено, нет, нет. Уважаемые представители, в следующий раз, значит, если вы таким образом себя будете вести, суд делает два замечания и на третье замечание суд удалит вас из зала судебного заседания. Так, значит, в следующее судебное заседание, пожалуйста, не знаю, в качестве свидетеля вы будете Елену Сергеевну Наумову, которая также выполняла у нас лечение из ЦАД, ну, есть, по крайней мере, в плане лечения, также представить снимок суду. Так, вы когда будете знакомиться с материалами дела? Сейчас, сейчас. Сейчас у нас обеденный перерыв, после обеда. После обеда. Хорошо. Значит, после обеда вы можете ознакомиться с теми материалами, которые представлены, и судебное заседание подлежит отложению на 27 апреля в 16 часов. Уважаемый суд, а вот почему снимок прямо сейчас не приложить? Ну, просто мы оттягиваем процесс, мне нужно, соответственно, подготовиться, я должен изучить этот снимок. Ну, вот суд, насколько видит, это вот разве можно что-то понять на этом снимке? Можно что-то понять на бумаге? Уважаемый, это снимок, который представил нам... Нет, давайте мы не будем спорить, кто там кому что представлял. Вы суду сможете представить? Это что такое? Вот это снимок, да? Это снимок, да? Это 100%. Хорошо, но Вы сейчас можете представить этот снимок? Ну, у меня только вот один экземпляр, который... Один экземпляр, который мы себе сделаем. Сможете? Копию, пожалуйста, да. Мне просто нужно для того, чтобы доказать, что вводит в нас заблуждение необходимое. Просто я не вижу, что это изучительно. Я сказала, я докажу, что это Ваш принтер. И своих покажений... Пожалуйста, этот снимок делался перед тем, как ИСЦУ дать консультацию, да? То есть, этот снимок первичный, правильно? Здесь написано, видите, поцелевая лица. ИСЦУ можно ознакомиться перед тем, как ИСЦУ. Как это было? Седьмой комплекс. Что-то Вы путаем. Давайте, ну... Может, мы все-таки с ксерокопией хотя бы снимем, а потом будем разбираться. Да, это самый... Видите, они... Самый-самый первый снимок, да? Мы видим. Потому что не удален. ИСЮ еще там. До свидания. Хорошо. Все. 16 часов. ИСЦУ можно ознакомиться с представителем ИСЦУ после перерыва. Сейчас мы сделаем... Во сколько по времени подойти? Анна Николаевна, во сколько можно подойти к представителю? А можно... А, нет, завтра нет. На какой сегодня день недели? В четверг. В четверг. В четверг 25. У меня просто в четверг суд. А можно на понедельник мое ознакомление? Мы будем в отпуске. Так, давайте сможете подойти... Ну, к 14 часам сможете подойти? Сегодня. Да? Хорошо. Ну, к 14-15. Мы вас посадим в помощь, чтобы воздать. Хорошо. Я быстро авторофируй все. Судебное свидание является закрытым. Спасибо. Если кто-то пострадал от услуг данной клиники, обращайтесь ко мне за юридическими услугами. Постараюсь вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok